приветствую вас мои дорогие творческие друзья сегодня с вами федорова катя и канал нарисуй полную версию данного мастер-класса вы можете найти у меня на патреоне или в группе вконтакте все ссылки я оставлю для вас под этим видео данный мастер-класс доступен для подписчиков уровня тюльпаны анимоны и розы друзья мои сегодня мы с вами пишем очень легкий воздушный осенний пейзаж я планирую на канале серию мастер-классов посвященных теме осень и это первый из них мы пишем с вами солнечную теплую раннюю осень очень светлую скорее светлую и нежную нежели насыщенную и яркую поэтому мы с вами в данном мастер-классе будем сосредотачиваться именно на передаче света легкости воздушности для нашего пейзажа начинаем работать с неба эскиз друзья мои эскиз конечно же есть готовый на патреоне и уже вконтакте мы его с вами переносим на бумагу я очень советую для этого мастер-класса бумагу плотненькую 200 и выше я взяла для него дали ровнее с тиснением под холст мы начинаем с дальнего плана с неба и здесь я создала небо не равномерной растяжкой как мы с вами очень часто делаем да когда отдельные маски на небе не видны а здесь как видите мазочки разнообразные также что не характерно для лета здесь в оттенке небо использован в том числе оттенок яркое зеленое в сочетании с лазурью зеленое в сочетании с лазурью придает вот такой вот очень нежный оттенок что называется первых первого холодного ветерка когда мы с вами небо пишем летнее очень такое синее мы можем использовать и ультрамарин кое-где до местами здесь же мы наоборот вот уходим в такую зелень и на мой взгляд на мой взгляд вот это сочетание лазурью зелени также придает дополнительной воздушности обратите пожалуйста внимание цвет неба не яркий яркие это скорее дымка и ближе к горизонту он меняется на сочетание охры желтого и умбры вдали будем писать также лес но пока работаем с вами над передним планом здесь также понадобится разнообразные формы кистей прежде всего это кисти зигзагообразным срезом краем с помощью которого мы пишем с вами травку здесь мне бы хотелось чтобы вы что называется полностью проявили себя вот написали такую осень которая у вас ассоциируется с понятием светлая ранее прозрачная для меня ранее осень это прежде всего обилие зеленого поэтому здесь на переднем плане можно увидеть казалось бы такую сочную с первого взгляда травку но как только мы с вами подмешиваем зеленый красный этот зеленый сочный насыщенный превращается в бурый с оттенками скорее коричневатыми нежели сочной зелени и как видите я добавила достаточное количество красный на передний план чтобы придать ощущение именно осенней травы которая все еще зеленая но уже постепенно становится бурый и не сочный обратите пожалуйста внимание центре данной работы травка в глубине и лес дальнего плана который сейчас намечен вот такой невнятной желтой дымкой они остаются очень светлыми еще раз повторюсь друзья мои в данной работе свет это главное практически главная тема и все начиная от цветовых сочетаний заканчивая мазками которые мы с вами будем укладывать процессе написания зелени все должно быть прозрачная ажурная далее мы намечаем дорожку здесь очень интересное сочетание в дорожке я обычно не советую вам использовать смесь зеленого и красного даже вот можно посмотреть когда я писала травку я скорее уложила зеленый и красный рядом нежели замешала их на палитре на палитре они у меня в данный момент не соединяются а вот для того чтобы написать дорожку я красный и зеленый замешивала вместе прямо на палитре можно увидеть несмотря на то что казалось бы это некий серый оттенок здесь нет ни грамму лички черного это именно сочетание зеленого зеленый темный и алый вместе они дают грязновато серовато зеленоватый оттенок который на мой взгляд идеально вписывается садится вот в эту композицию травка уходит вдаль и она конечно же тоже светлеет палитры прозрачные наши замечательные помощники в деле подбора цвета и здесь палитра прозрачная если она у вас есть друзья мои берите не раздумывая поможет вам очень сильно подбирая оттенки листвы которые мы с вами пишем то же самое призываю вас передавайте пожалуйста те оттенки смешивайте те сочетания которые именно у вас ассоциируется с понятием ранняя осень если вы в работе пишите больше берез наблюдайте пожалуйста природу вокруг себя березы это прежде всего сочетание зеленого и желтого если добавляются другие виды деревьев это красноватая листва вплоть до ярко-красный здесь я наверное использую красные все-таки мне кажется что интереснее будет смотреться пейзаж насыщенный не только зелеными и желтыми но и красноватыми оттенками и главное свет не забываем свет в центре работы он также остается по-прежнему прозрачный и не яркий такой вот светлый 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 кистями жесткими кистями из натуральной щетины мы с вами работали много-много раз мы писали с помощью них и зиму в прошлом году те кто со мной на канале давно наверное помнят мастер класс по созданию зимнего пейзажа с помощью вот таких кистей и таких поменьше чем моя любимая набивочная однако из того же набора и буквально в предыдущий наш стрим когда мы писали пейзаж с озером у меня кисть слетела то есть обоймочка слетела с древка или на знаете я ее так и оставила но у меня вот сейчас такая коротенькая и очень-очень удобно писать именно напивкой это что я вот говорила вам старайтесь писать ажурно не забивайте полностью свет и оставляйте просветы неба осенние деревья начинают терять свою листву и постепенно деревья становятся все более прозрачные ажурные больше света проникает к подножию деревьев и сами по себе кроны начинают выглядеть очень очень прозрачно прямо как кружево именно так мы и набиваем нашу листву оттенки что называется на ваш вкус друзья мои я здесь ухожу от красного в умбру от умбры в зеленый от зеленого в желтую среднюю желтый средний вохристы подробно сочетание как их замешивать в каком порядке я выбирала для этого мастер-класса можно увидеть в полной версии данного мастер-класса а также без ускорения в реальном времени написать эту работу вместе со мной когда вы работаете старайтесь ловить ощущения да и передавать их на бумагу мне для этого помогает почаще отходить от работы то есть я бывает просто отстраняюсь там на полметра на метр не вставая с рабочего места бывает и снимаю работу со стола отставляю подальше прищурившись обязательно прищуриваем глазки до смотрим получилось ли не получилось передать на бумагу в то что вы чувствуете то как бы вы хотели вот это вот настроение осеннее передать еще один этап работы когда мы снова используем сочетание зеленого и красного замес в одном оттенке я добавила какое-то количество еще коричневатых оттенков самое главное друзья мои в этой работе контраст он не очень сильный много света действительно много и чем дальше от нас деревья вы видите тем они светлые в общем-то исходя вот из этого главного правила чем дальше тем светлее мы с вами постепенно ствол за стволом создаем уже при том что написано травочка на травушка она создана написано листва ажурные нежные мы с вами начинаем прорабатывать стволы очень важно чередовать кисти разумно старайтесь прислушиваться к своим собственным ощущениям если вы не справляетесь кистью широкой уходите в сторону уменьшения размера берите кисточку меньшего меньше ширины старайтесь работать не длинными мазками если допустим у вас не очень твердая рука вы не уверенно ведете длинные линии старайтесь работать более прерывистым более четко контролировать мазок то есть и форму которую вы создаете не так давно получила вопрос по одному из моих предыдущих мастер-классов по поводу как раз таки кисти то есть кисть использована рекомендованная мною но ей не получается работать я советую идти в уменьшение размера обычно потому что возможно то есть это очень вероятно если недостаточно опыта владения тем более с новыми формами кистей возможно возможно именно для вас будет более удачным вариантом идти в сторону уменьшения для того чтобы лучше почувствовать характер мазка вы знаете это вообще обманчивое ощущение что с уменьшением размера нам с вами будет легче достаточно попробовать небо написать кистью нулевкой и мы с вами поймем что не всегда уменьшение размера ведет в сторону улучшения работы скажем это скорее больше ощущение комфорта и уверенности потому что невозможно испортить сразу все до чем больше вы будете писать тем больше вы уверенности обретете чем более разнообразные инструменты в своей работе вы будете использовать тем больше опыта и навыка вы получите с каждым из них посмотрите как часто я меняю кисти это и удлиненная ван строк это и нулевка и единичка и плоская прямая где-то плоская овальная кисть каждая из них дает свой уникальный отпечаток для травки зигзаг для набивки жесткая из натуральной щетины как бы мы не старались написать такую листву кистью нулевкой друзья мои это просто невозможно необходимо не только знать инструмент который у вас есть конечно же но и экспериментировать то есть пробегая мимо магазинчиков мимо каких-то там своих любимых мест где вы покупаете художественные материалы найдите минутку забежать посмотреть может быть что-то привлечет ваш взгляд и вы поймете именно такую кисть вы еще не пробовали многие инструменты и формы кистей пришли в мои инструменты именно через эксперимент какие-то формы вызывали у меня удивление например кисть зигзагообразная зигзагообразным краем но сейчас я просто не представляю себе работы по травке без нее то же самое касается некоторых других форм кистей друзья мои не бойтесь пожалуйста новые кисти что называется брать свои руки их исследовать работать с помощью них работы первые они конечно не получится идеальными но иногда новый инструмент который вы приобретаете которым вы учитесь работать он дает настолько мощный толчок безусловно базисом для этого является опыт то есть то сколько времени вы до этого потратили на изучение и смешивание оттенков красок и работу с каким-то материалом гуашь ли это акрил ли это когда к этому прибавляется еще и новый инструмент иногда и новая бумага вот как сегодня мы используем бумагу тисненую под холст посмотрите как ажурно и нежно на ней смотрятся березки уверяю вас на другой бумаге данная работа будет выглядеть иначе да то есть вот такой вот интересный момент очень много зависит от поверхности по которой мы работаем еще раз повторюсь в демо версии я имею возможность отвлекаться на какие-то моменты которые мне хочется с вами обсудить так как в полной версии мастер-класса в реальном времени я поверьте все время в мастер-классе посвятила тому чтобы с вами подробно разобрать какие оттенки как смешивать какие кисти где я именно рекомендую чередовать для данного мастер-класса поэтому если вам нужны подробные инструкции добро пожаловать на patreon добро пожаловать ко мне в контакт возможно как оформить подписку годовую либо же на более короткий срок так и разово получить доступ именно к тому мастер-классу который вас заинтересовал и писать конечно же со мной вместе с подробными инструкциями и также если вам необходимо можно получить мою консультацию узнать мнение о готовой работе через группу в контакте либо же через стену патреона финальной завершающей частью данной работы которая как ни странно вы знаете вот очень просто испортить финальными деталями практически уже работу в которой поймано настроение передетализация чрезмерная детализация переднего плана а здесь очень важно самого себя остановить вовремя тем более такая тема осенние листочки которые мы пишем прямо один за другим усеивая передний план вот этими листиками дрожащими мелкими важно здесь во-первых сохранять всю ту же самую легкость и ажурность чистоту цвета во многом потому что это детали переднего плана здесь и хочется написать прямо как искорки янтарные искорки отдельных листиков здесь мы конечно уже можем их подробно рассмотреть в отличие от листвы на деревьях и еще раз повторю здесь важно скорее не добрать чем поставить их чрезмерно большое количество на этом пейзаж в общем-то готов обязательно ставим подпись и друзья мои не забываем что удалить монтажную ленту очень легко и просто можно с помощью фена я показывала этот прием много раз надеюсь что вы им пользуетесь и тем самым сохраняете свои работы аккуратными даже после того как они полностью готовы с нетерпением буду ждать в ваших работ по этому мастер-класса у меня в группе вконтакте и фейсбуке буду рада увидеть как выглядит ваша ранняя солнечная осень с вами была федорова катя и канал рисуем всем пока пока и